Девушки отдыхают Мы охватили абсолютно все команды Четыре команды, которые находятся в группе номер один Ну и завтра постараемся охватить также все четыре команды, которые находятся в группе номер два Но сейчас давайте посмотрим, какой матч все-таки покажут нам эти ребята Довольно жесткие коллективы По команде All Know This SKB мы в принципе с вами знаем много Как парни играют, какая у них тактика и какие игроки собственно здесь присутствуют Я вижу троих бойцов бывшего коллектива команды Бывшего коллектива команды, да Троих бойцов команды Five Elements Это Стивоз, Кову и Тимоха Также я вижу здесь Рида В принципе завсегдата игрок команды All Know This SKB И замена The Bass Driver Ну не знаю, не знаю как все-таки Пятый этап Замена, прямо практически уже решающие матчи пошли Ну мне кажется, Апрайзинги за это должны сейчас ухватиться И просто рвать своего соперника Ты что думаешь, Герман? Я думаю, что этот матч, слушай, будет вообще замечательным Здесь в команде Апрайзинга Не имеет, по сути, права на поражение Если они проиграют, то скорее всего 10-5 проиграли 10-8, 10-4 То что-то непонятно Что-то непонятно Слушай, мне интересно Ты знаешь, какой счет в матче The Nation против All Know? Нет Что там, такое жесткое что-то? Так, ну вот я вот не знаю Просто у ребят спрашиваю В нашу 10-8 пишут Да ладно Да то проиграли Непонятно, в общем Непонятно Видать, в сторону команды The Nation все-таки было 10-8 Ну ладно Давайте все-таки дождемся пятого игрока команды Апрайзинг Сразу же в бой Карта Миттаун Сегодня радует нас разнообразием карт Все-таки молодцы Молодцы, ребята Ну, Мит Опять же, здесь Апрайзинги в свое время показывали очень-очень хорошие результаты У них достойная оборона Также хорошая атака Но вот у команды All Know This SKB пока что неизвестно, что здесь будет Как они все-таки покажут себя в деле Все-таки я скептически отношусь к этой замене Как бы там ребята сейчас не играли Какой бы уровень стрельбы они не показывали Все-таки соперник более чем достойный И этот соперник неоднократно дал отпор просто множеству команд Которые не ставили команду Апрайзинг даже в расчет Ну все, тут как бы изи, мы их сейчас сделаем А Апрайзинги приходили и так неплохо по шапке вешали своим соперникам Так что, очень переживаю за то, что этот матч может выдастся у нас так же Изи, счет там 10-5, какой-нибудь 10-4 Очень бы этого не хотелось Будем верить в то, что все-таки бойцы команды All Know This SKB Навяжут свое противостояние Ну и в принципе у Апрайзингов все хорошо Они отыграли первую половину Точнее первую половину, вторую встречу на ура И первую и вторую половину Должны быть сейчас на подъеме Но посмотрим, сохранили ли они свой уровень стрельбы Или как-то уже немного подрасслабились Так, ну и знаешь, что интересно? Знаешь, что интересно? Да А у нас такая ситуация складывается Смотри, у нас The Nation уже выиграли два матча Два матча То есть они уже по сути на лан-финале У Прайсов одна победа У USG одна победа И в этом матче, если All Know выиграют У них будут одна победа И... А как будет... Слушай, я вот... Не понимаю Я вот не понимаю Как будет у нас считаться Слушай, Максимка, пойду-ка я узнаю Ну давай, иди узнаем Мы пока что посидим С чатиком твича и ютуба Я могу пока что поотвечать на ваши вопросы Да, ранее я видел вопрос в чате ютуба Запустите ВК, почему ВК не показывает и так далее Дорогие друзья, сейчас на данный момент Контакт показывает не самые лучшие показатели по стабильности Постоянно меняются видеокодеры и так далее И тому подобное Контакт не может на данный момент предоставить Всем нашим зрителям Да вообще нашим зрителям Не могут они предоставить такую возможность Для того, чтобы вы могли менять Качество трансляции То есть там контакт сразу же вам передает картинку В качестве 720 Все хорошо, как бы все нормально Но вы не можете его поменять Если у вас слабый интернет То в соответствии вы испытываете какие-то лаги и так далее Так что ютуб это на наш взгляд Самая такая хорошая альтернатива контакту Альтернативная замена Так что здесь вы можете вполне менять Качество трансляции Как-то убавить свои лаги и так далее Так, Германиус вернулся Я вернулся, да Слушай, а здесь нет Здесь Оу Ноу уже по-моему вообще никак не выходят на Ланы Даже так Да, но смотри То есть у нас же предыдущий матч был Прайс против Апрайзинг А у этих команд уже есть по одной победе По сути По сути То есть у Апрайзингов В случае, если их не замашнят У них первая победа появляется У Прайсов уже есть победа над Оу Ноу Они выиграли у них в первом матче И так получается, что Либо Прайсы выйдут Либо Апрайзинги То есть так или иначе Новый коллектив нас по-любому ждет Но кто именно, пока непонятно Если Прайсы Замашнят Апрайзингов То есть это будет после, опять же, эфира и так далее Если Прайсы замашнят Апрайзингов Тогда да Тогда Прайсы выйдут на Лан Если не замашнят Тогда выходит у нас, по-моему, Апрайзинги То есть там прям все как-то очень жестко Ну ладно Ладно, хорошо Я тебя понял Так, вопрос залетел Будет ли игра с подписчиками Сегодня, скорее всего, нет Посмотрим за исходом этого матча Далее Оу Ноу Это те же Five Elements Ну, практически Здесь трое игроков команды Five Elements Как ранее я отмечал, это Кову, Тимоха и Стивоз Рид ранее не играл в этой команде Ну и в соответствии за бас-драйвер Тоже там не присутствовал Но, тем не менее Я думаю, ребята все-таки возродятся У них уже основное количество игроков Имеют свободный доступ к турнирам В том числе и Кову, Тимоха и Стивоз Так что ребята должны скоро вернуться К нам на просторы арены Ну и будем надеяться То, что они никак Не потеряли Свою форму Так, у нас тут какое-то Просто недовольство На чате Ютуба От Ярослава Герман с тобой Он не соглашается Говорит то, что если сейчас Пятьевинт у трех команд Будет по три очка Ну смотри Если Ну опять же По три очка Хорошо Но не забывайте про прошлый матч Если Прайсы Если прайсы Не замашнят То тогда У Прайсов Будет три очка Так даже нет Если прайсы не замашнят У USG будет три очка 5 elements Если в случае победы Да, у них тоже будет три очка Но они проиграли по личкам Но там Даже если так То будут стыки По идее То есть При одинаковом количестве очков Я думаю Вряд ли будет учитываться Именно Личные встречи Я думаю Все-таки будут играться стыки Но опять же Все очень Очень серьезно Может обыграться То есть Не знаю Как еще прайсы сейчас Сыграют у нас С командой The Nation Тоже все непонятно То есть Такое Так Ну ладно Где у нас пятый игрок Ау Так Ну вроде Отписываю То что скоро Подтянется пятый игрок Лады Вижу Ставочки Уже потихоньку Закрываются Кто не успел Тот опоздал Ай-яй-яй Ну что-то Как-то очень долго Пятый игрок Команды Апрайзинг Подтягивается Так Драйв Дерзкий Олеся GLSK И Кого я еще забыл У апрайзингов Не знаю Пока не в игре Липтон Наверное А да Липтон Точно Точно Липтон Но Слушай Если сейчас Липтон у нас Заходит И так же будет Стрелять Как и на втором матче Против прайсов Ну как-то Все-таки Смущает меня Вот то что Замена Замена На пятом этапе У команды Оу-Ноу-Зис-СКБ Я очень скептически К этому отношусь Апрайзинги Сильная команда Вот если Сейчас Они будут Стрелять Как на второй встрече И GLSK Да там все Стреляли Драйв Олеся Топ-1 Дерзкий И все Абсолютно Были При деле Если же Они все-таки Будут играть Точно так же То здесь У команды Оу-Ноу-Зис-СКБ Будут проблемы И еще Плюсом Неизвестно В какой форме Сейчас находится Стиви Он же Илья Хайдаров Будет ли он Играть вообще Со своим Снайперским девайсом Или он Поменяет его На штурмовую винтовку Но если Будет с кемпой Играть И будет позволять Своему сопернику Свободно передвигаться Под его точкой Как-то мансовать Из угла в угол То здесь Илью могут Сразу же Убирать И естественно Это одна из позиций Будет проседать И именно под нее Будут давить Или же Туда пойдет Перетяжка Под эту точку Значит будет Ослаблена Другая позиция Ну вот как-то Как-то пока что Все под огромным вопросом За бас драйвера Вроде Никнейм Знакомный Но Я его в деле Не видел Вроде бы Как такового Игрока Который действительно Борется у нас За какие-то выходы На лан-финалы Там Вроде где-то Мы его наблюдали На боевых буднях Но тем не менее Боевые будни И закрытый Этап номер 5 Как-то разные Категории И здесь Нельзя сравнивать Уровни стрельбы Но будем Надеяться То что он Достойно Вольется В команду И в соответствии Будет Всячески Саппортить Своим Тиммейтам Так Ну что Где у нас Пятый Пока что Где-то Наверное На горизонте Но Еще есть Три минуты У ребят До начала Матч А Задержки Не было Сообщено Заранее Поэтому Все-таки Времени На то Чтобы Зайти Ему уже Не дадут То есть Нужно Либо уже Сейчас В три минуты В эти Вливаться Либо Начинать Четвером А потом Походу Матч Он зайдет Но Вот это Походу Матча Мне Вообще Не нравится То есть Могут Очень Сильно Огрести За Этот Ой Я Икаю Простите Я Чет Сижу Как Этот Как Ванька В шапке Ушанке С балалайкой И с бутылкой Годки На столе И Икаю То есть За Время Отсутствия Пятого Игроков Команда Праздникова Но Могут Им Нормально Надавать Лещей Здесь Надо Конечно Пять на Пять Играть И Это Вообще Даже Не Обсуждается Но Я Думаю Это Прекрасно Понимают Сами Апрайзинги Поэтому Здесь Как То Даже Не Рискуют Начинать Те Же Ножи Хотя Б В Четвером Так Что Будем Ждать Пятого Вот Он Липтон Ну Все Наконец Ворвался В бой Давайте Сразу На Ножи И Поехали Посмотрим Что Будет На Огнестрельных Девайсах Ну Что Слушай Здесь По сути Разыгрывается Путевочка На Финал Хотя Там И Прайсы Конечно К ней Причастны Слушай Если Прайсы И Выиграют У Занейшн Сейчас То Это Просто Занейшн И Прайс Будут У У У Выступать На Финале Ну Честно Говоря С Такой Игрой Как Показали На ДЦ У У У Прайсы Я Сомневаюсь Что Они Выигрывают У Команды Занейшн Ну Посмотрим Пока Ножи У У Нас Пока Полетаем По Карте И Потом Еще Перейдем В Лобби На Смену Сторон Или Останутся Ребята Ну Это Все Конечно Посмотрим Ну Что За прайсинг Играют Драйв Дерзкий Липтон GLSK И Олеся Ну Что Пока Ножи Очень Легко Для команды USG Складываются И Здесь Бедного Кова Уже Тупо Защемили На Т-спауне Все 5 в 0 No Way Easy Easy Real Talk Think about It Все Очень Легко То есть Вы Уже Там Закончили Потихоньку Ножи Меня До сих Пор Не Прогрузило В Чем Прикол Кстати Помнишь У меня Тоже Такая Фишка Была Что Меня Тоже Не Прогружало Только Потом На Второй Раунд Я Не Знаю Чем Это Связано Было Так Ну Тогда Ожидайте Меня До сих Пор Не Что 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 Здесь У Нас Апрайзинги В Атаке О Но ЗС СКБ В Обороне Окей Давайте Сделаем Свэп Ну Что Сейчас Будем Смотреть Как Будут Атаковать Апрайзинги Я Думаю Все Так Будет Жесткий Прессинг С их Стороны На Две Позиции Как Минимум Это Центральная Кафе И Лонг Если Там Не Найдут Опен Фрага Будет Какая-то Перетяжка Под Семерку Но В Принципе Апрайзинги Всегда Любили Играть Так Что Ставили Одного Игрока Под Семерку Он Просто Стоял Там Закрытый Ловил Какую Либо Аркаду А Остальные Все Пушили Полностью Позиции Аплэнта И Если Получалось Тянуть На себя Вектор Внимания Всей Толпы Команды Соперника То Вот Этот Засланный Казачок Заходил В спину И Спокойно Разбирался Со своими Соперниками Ставил Там Фугас И так далее И тому Подобное Ну Ладно Посмотрим Не будем Гадать Прогружаемся На карту Миттауна И Сразу Давайте Камеру Наверх И Посмотрим Куда же Все-таки Направиться Ну Что Поехали Первый раунд В атаке И Драйв У нас снова На позиции Длины Бас-драйвер Вместе с Тимохой Будут Принимать Огневую Мощь На этой Точке И Кову Вместе с Риден На Бепленту И Снайперка Сигнатурная АВП В исполнении Лиха Айдарова Сразу же Мелькает На радарах Команды Апрайзинг Минус Липтон И сейчас Уже Продолжается Натиск По длине В исполнении Апрайзингов Пока что Первая попытка Комом Так скажем Одного из игрока Одного игрока Из команды Апрайзинг Ну и Сюда уже Стягиваются Три игрока Команды Обороны И Тимох Находит еще Минус Подерзк Ой-ой-ой Печальные новости Для ЮСГ Но Джилл СК Вроде Также Находит Размен Но Его Сбривает Тимоха Остается Один Олеся 2% Здоровья У него Есть И в руках Уашки Но Как бы Эти Уашки Не помогут Когда Хелсбар Очень Очень Сильно Просажен Хае Полетели Под БТР И Здесь Тивоз Просто Влетает На лонг И Спокойно Убирает Своего Соперника Первый Раунд В активе Команды Оноуз С СК Б Залетает Уже К ним На счетчик Ну И Собственно Начинает Вроде Неплохо Посмотрим Как Продолжит Да Начать Это Пускай Пускай Даже Не очень Хорошо Начали Да И плюс Ко всему А праздники В атаке Начинают Так что Простите Проиграть Пока С первого Раунда Но Вот Тимоха У нас Вновь Начинает Наводить Ужас На команду Соперника Кову Кову Пошел Аркадий Тимоха Трипл Килл В этом раунде Ноу-ноу Забирает Еще Ой Как-то Очень Все быстро Там и Кову Пошел Аркадий Тимоха Квадрокилл Оформил За этот раунд Ну слушай Тимоха Находится В очень хорошем Расположении Духа И Парни Очень Хотят Очень Хотят Зацепиться Даже за Малейшую Возможность Выйти На лан Ну что ж Давайте смотреть Прошли очень легко Для команды Оноуз ССК Б Тимоха Принимает за собой Выход по Дальфу Там уже Джел СК Отыгрывает Под БТРом Липтон у него На подхвате Но пока что Не решаются На более агрессивные Действия Зебас Драйвер Ловит по себе Демеджи 84% Здоровья У него Остается И Кову Также Перетягивается По Дальфу Есть минус На Липтона Джел СК Пытается пройти Его уже Спалили Ну и в соответствии Сейчас будут принимать С двойки С дверей Со всех сторон Просто зажимать Этого парня Обязаны От Кит Хае Но здесь еще И Олеся Наводит Шороха Под Б-сайтом Но там Рид В принципе Никаких проблем Не испытывает Да Здесь Олеся С драйвом Да Как-то Подсобрались Подсобрались Под конец Вроде казалось бы Уже проигранного раунда А но Нет У нас Бэтлэн так-то занят И Здесь надо Апрайзингом Неплохо Укрепиться На этой точке Но Олеся Принимает решение Сыграть агрессивно Понимает что соперника На одного Больше И Надо сразу Это как-то Нивелировать В равное Состояние По выжившим игрокам Ну и сейчас Олеся Ой как Читает игру Есть минус раз Но там Стиви приходит Еще Стиви тоже минус И только бас драйвер Остается в соло И на него вся надежда Но здесь уже 24% Здоровья у него осталось Попытался как-то Убрать драйва У него это не удалось Олеся очень жестко Напрягает здесь Ситуацию под широкой Еще и таймер Предательски тикает Не в пользу За бас драйвера Есть минус И это все-таки Первый раунд В активе команды Апрайзинг 2-1 Счет на табло Загорается Ну что ж И мы выбываем В лобе Отлично Краш 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 Тарарарараш Ну ладно Ну пока что По 3 раундам Можно сказать Что команда Оу ноу Ой как не хочет Пускать своего соперника Финала Ну я не знаю Просто за счет Чего там прайсы Могут замашнить Апрайзингом То есть Там конечно Подали против За то что Якобы Макрос Но Я думаю Там Нет никакого Макроса Вопрайзинг Опять же Это чисто Мое мнение Ну Посмотрим Посмотрим Если все-таки Прайсы Не замашнят USG И в случае Этой победы Сейчас Если USG Выиграют То они выходят На лан Это прям 100% Ну а пока Все Очень Неясно Герман Прими ставку Только подошел Герман Прими ставку Дядечка Ну ты чего Ты Уже Это Ты уже писал И на прошлой игре Или на первой Что ты якобы Отошел Покурить там И не успел И опять Ты говоришь Прими ставку Ну Такое Дяденька Так Крашу Игрока Всех Раскрашил На нервах Ребятки Слушай Знаешь Мне всегда Нравятся Страсти Предлан Финальные Это всю жизнь Было На самом деле Что вот так Соперники Там уже Все Глотки Рвут Друг Друг В прямом Смысле Слова Что Начинается Брать Друг Друг На друга Все Постоянно Ругаются Что то Трутся Между Собой Типа Что то Что то Что то Что то А потом Одна из них Не едет на лан Но А потом Ну и Что то Что то Если бы Я вышел На лан Да я бы Тебе Да ты Да Все Ай Ай Вот эти Вот Эти Предлан Финальные Разборки Они Всегда Какие Обидки Мошна Предлан Финальные Это Тот Самый Добрый Добрый старый point blank дорогие друзья это всегда было поэтому это нормальная реакция у игроков уже за счет того что таких лан финалов мало все хотят на них попасть вот он и раскрывается весь человеческий фактор все друг на друга что-то гонит что-то гонит просто другая сторона сидит с фейспалами себе пробивает лапешник ну а зенейшн уже такие сидят парни чем может может отдадим победу прайса может пойдем уже по-любому вышли на финал в принципе поздравлять за нейшн с лан финалами это не знают самое последнее дело то есть это определенная команда которая сто процентов должна быть но вот завтра будет группа группа b и там будет очень жестко вертолеты плейнги вы и викти с ауэкзе ох завтра будет завтра реально вишенка на торте и вот очень жду матча выявить с ауэкзе ух как жду хотя там и вертолеты еще с плейнгами могут под напинать под попец нашим пацанам потому что все таки эти тоже завсегда ты лан финалисты я говорю про уикза и выявить эти-то парни могут и нагоняющие устроить поэтому мы возможно увидим даже не одну новую команду на финале но будем надеяться будем надеяться но здесь какие-то просто нереальные проблемы у команды апрайзинг что-то я чувствую здесь все играет против них сейчас если у нас не возвращается обратно липтон но хотя бы вот к 30 минутам да то здесь уже все надо начинать вчетвером задержки просто нереальные какие-то проблемы я так понимаю его заставили писать от третьего лица там или еще что и как-то парень не может совладать со своей техникой скучал по по ауэкзепи же ну да легендарное возвращение легендарное нет но здесь скорее всего легендарное возвращение клан тега то есть не той командовал экзета где-то там тушка джонки и джонни фаршик и фрид нет есть фаршик есть джонки есть фрид все в разных командах но все в разных командах ну как у нас джонки и джонни и фарш в одной а вот передосик в другой вместе с лишкой то есть такое топ-топ-топ пацаны чё почем как дела мы будем наблюдать конечно же завтра за группы бы очень интересные матчи и скорее бы уже посмотреть что будет на лан финалах то есть там будет самый смак но вообще я здесь думаю то что знаешь такая мысль про проскочила тому ребята что а вдруг вот они соединятся там зишка фридос они опять будут играть я думаю что такого уже не будет потому что ребята команды а это тебя герман перекинула я хотел возвращаться обратно я думаю здесь такого уже не будет поскольку артов экзекьюшн они же артов хеликоптер увели двоих игроков у команды the nation там у ребят просто будут принципиальные матчи парни я думаю к этой встрече готовятся больше чем кому-либо просто смотрят за всеми раскидами а за всеми тактиками и так далее постоянно изучает своего соперника так что посмотрим ребят возможно конечно все но тем не менее как то пока что это два самых враждующих коллектива ну что ж мы возвращаемся все таки на первую половину и сейчас апрайзинги будут отыгрывать вчетвером ну ребята шансы у вас конечно на победу на первой половине крайне малы стиво закрывает за собой позиции центрального кафе тем временем тимоха идет в аркаду арки но как-то сидят апрайзинги прекрасно понимают что сейчас им нужно тянуть таймер пока зайдет пятый игрок но тем не менее таймер тоже не бесконечен и в конечном счете придется атаковать таймер не бесконечен никто не вечен ну и кстати я думаю сами понимают ой и все липтон присоединился в это время еще дерзкий находит минус на теперь вообще паритет и юсг могут с полной боеготовности идти в атаку сейчас все у них хорошо пятый игрок уже готов вылететь и порвать своего соперника но еще никто не мог в сухую так скажем обыграть команду оу-ноу да и вообще принципе обыграть эту команду довольно тяжело но и прайсам и и за нейшном это удалось ну что же у нас олесит же lsk на позициях семи готовы постепенно заходить под винку да там будет сопротивление в лице кову но два других игрока дерзкий драйв в роли фейкующих либо в роли сплиттеров будут но пока что раскидка под а плент есть но и либо отходит либо заходит да заход под винку сейчас будет скорее всего ну что ж смотрим давайте посмотрим сейчас закову в упоре принимает здесь джелл скей ну как-то пока что заход под позиции именно б сайта удается дерзкий рядовый моментально его отстреливает рид далее за бас драйвер пытается отыграть через позиции кт спавна но по нему я думаю уже нашел информацию драйв так что должны быть здесь какие-то проблемы в любом случае а и там еще и джелл скей довольно коварную позицию занимает под широкой в упоре если что моментально суашик может сбрить своего соперника таймер то тикает до взрыва бомбы остается буквально 20 секунд и нужно что-то делать а здесь ничего не поделаешь когда у тебя в руках снайперская винтовка да и плюс на такой неудобной позиции в четвером смогли изг обыграть своего соперника за атаку на четвертом раунде счет на табло 22 смотрим дальше пока что праздники очень близки к тому чтобы показать как минимум неплохую игру на этой карте два раунда есть еще у нас пять раундов впереди кто знает сколько заберет атака если заберет 2 или 3 будет вообще прям полный перформанс я думаю в этом противостояние но а если даже и один заберу то на смене сторон у них просто все шансы на камбэк будут ну команде он но надо конечно концентрироваться просто по полной но смотрим что из этого получится апрайзинги вновь играют медленный раунд до сих пор они находятся под позициями т-спавна вообще никаких проблем не ощущают нету разменов нету дэмэджа но вот сейчас против всего садерский играет очень опасно но пока что стивот не набрал полную свою форму и здесь можно еще как-то побаловаться перед ним но тем не менее уже не советую так стиви закрывается собой центральное кафе на халпе у него кову пошла уже нашивка под позиции курятника дерзкий выходит на арку но опять же здесь апрайзинги сидят и до последнего ждут чудес каких-то аркад но их нету просто изнурительный темп игры от команды апрайзинги они просто пытаются сейчас как-то пытаться они пытаются просто как-то запутать своего соперника дата чтобы соперник начал мешкаться из стороны в сторону но команда он очень хорошо стоит на своих точках и никуда отсюда не уходит выход по двинку есть в исполнении алиси и джелл эскей если три фраг из размены алиси может еще один минус сделать ой олеся залагал или или это язву не знаю это олеся лагает вроде он как-то с такими да 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 не бегут а одна палка пинга здорово пацаны играет я тут помелькаю перед вашими лицами немножко но вы не пугайтесь ну ладно пока что драйвер у нас остается в соло вот так вот две головы собрал если сейчас еще и убирает олеся с учетом лагов то может как-то противостоять драйву но посмотрим посмотрим есть выход уже на позиции семерки драйв там будет чекать от третьего лица сразу же упадет информация о заходе на вино так что у драйвера здесь не самая лучшая точка все уже спалился есть информация олеся сидит за еще мы в пленту драйв таймер ticket все приплыл да да и просто банально на время не успевает даже сыграть игру команды оу-ноу и это 32 атака пока что очень хорошем настроении и апрайзинге вот слушай мне вот прям знаешь включи что мне где-то джонни шепчет герман юсг на лан финале и говорят джонни нет они не на лан финале но ладно немножко бреда просто вижу что ты лился 8 нас участие да не уже там наверно попивает кровавую мэри или что-то еще доволен жизни доволен собой на лан финале даниил в какой раз девяносто восьмой девяносто седьмой у тебя на финалах уже уже наверное сам даниил со счета сбился когда он выходит на эти самые лан финалы ну ладно у нас определяется пока что 2 лан финалист вполне вероятно что это будут юсг но хватит по стрибочке такие кеки чебуреки вот она ваш на вот она ваш на ну что ж здесь дерзкий начинает накалять ситуацию под позициями четверки есть минус на стивоса и там тимоха пытается как-то закрывать за собой центральный кафе от олеси минус на рида и пошла атака под позиции б-сайта посмотрим закову сотка на холлсбаре в руках аук полетел демош просто на быстрой ноге врывается под позиции б-сайта у нас бойцы команды апрайзинг пытается отстрелить своих соперников подлетает тимоха на холлпу но моментально спадает с этой позиции джелоский дерзкий можно сказать размесили спокойно вдвоем эту точку и драйвера опять в соло 1 в 5 пацаны вы чё издеваетесь сколько можно он уже неоднократно остается в соло ну тут уже просто не тащибельно а ну и да оу ноу походу вообще переплыли слушая что-то с парнями не то я пока не понимаю что именно но парни вообще ничего не могут сделать здесь внутри вообще 50 но это где же видно такого быть то нет в теории конечно может и мы это сами увидели но чтобы такая команда я не знаю ну поплыли наверное все таки понимаю что шансы все-таки ворваться в заметную четверку лан финалистов уже практически не остается хотя бороться знаешь ли стоит абсолютно всегда сколько было этих моментов когда казалось бы уже все да ничего не получится и бац ты в какой-то непонятно откуда у тебя момент в какой момент у тебя появляется второе дыхание ты начинаешь откуда-то брать в себе силы и просто камбэчить раунд за раундом там ситуации ситуации плюс к тебе везет там что-то условно кого-то нашли софтом там или еще что-то его замашнили и тебя вместо них продвигают ну нельзя сдаваться ни в коем случае никогда так ну что ж давайте смотреть все таки пока что апрайзинге придерживаются своей тактики играют очень аккуратно уже прошла практически минута у нас от начала раунда никаких разменов абсолютно ничего только под стивоса залетел демоши вот сейчас олеся находит open фраг на кого моментальный размен от тимохи но врыв под позиции б-сайта уже неизбежен стиви ловит олесю есть минус заход в плейнт есть также но джелл эскей пока что не торопится ставить фугаса драйвер находит с хаешки липтона 2 в 3 у да и здесь и еще находит же лыске и вообще в городе на 4 остается его контроль это еще с центрального кафе стивос ну дра его здесь в теории то пройти можно будет на плейнт но после того как установят бомбу его просто пойдут ищемить из т-спауна из кт и центральный кафе будет удержать соответственно мушки на мушки на мушки на мушки и там дальше уже вряд ли куда-то уйдет хотя драйв может раздать знаешь ли здесь главное тимохи не перри аркаде тимох идет уже выбивать сейчас ну а драйв драйв уже получает порцию демаджа да и стиви хлопу из центрального кафе 43 слушай но здесь надо конечно еще два раунда команде он забирается стопроцентной вероятностью иначе ждет их очень плохие ждут очень плохие новости на смене сторон ну что ж смотрим пока что апрайзинге в деле есть наш их центрального кафе также выход на семерку но пока сидят пока опять сидят в принципе ничего не меняется сейчас пойдут откидых айе от же лске под двойку я так понимаю да это хаешечка у него пойдет ага все окей но также сидят бойцы команды о ноузе с скб в принципе им и не надо никуда аркадить они уже отдали более чем достаточно раундов своему сопернику так что здесь надо выводить в любом случае к себе уже как-то преимущество в счете два раунда брать но позволит ли это сделать апрайзинге пока что неизвестно да и давайте смотреть дальше дерзкий находит минус пустивосу и слушай начало прям очень обескураживающие для команды оу-ноу-но ри это отличная голова пч лскею но здесь уже и халпат ковы приходит на зонцы и здесь кову есть пачку на размин от липта на неплохо а у меня липана кстати на экранах даже не видно у меня тоже так но и ритм здесь 12 на этой точке борется дерзкий ставят пачку о-о-о-о-о дерзкий разошелся но и тимоха тимоха должен здесь закрывать как-то этот раунд но получится у него это или нет окей липтон его убирает и это все-таки пятый раунд в активе команды апрайзинг первая половина в любом случае в их активе в их руках а вот у команды о ноузы с скб какие-то проблемы сейчас начинаются если они не берут даже четвертый раунд свою копилку то не знаю тут о камбэке вообще можем ли мы с вами задумываться или нет апрайзинги просто на смене сторон должны доминировать все таки здесь как-то оборона это более удобная сторона но смотрим опять же вектор атаки будет направлен скорее всего под б-сайтом олеся и джелоскей накаляет ситуацию рит и кову сейвят эту точку но пока что разменов не имеется ну и смотрим дальше пока что первая половина уже за команды апрайзинг уходит и это очень для них хорошая новость но сейчас главной команде у но хотя бы добрать этот раунд который вполне себе может помочь на смене сторон четыре раунда в обороне это конечно не вверх идеалы и совершенство но хоть не 3 то хорошо но и здесь дерзкий постевоз будет лепить пачку походу сейчас нет не будет не попал пиксель игрок команды usg но изнурительный темп вновь избирает апрайзинги и скорее всего подвинку вновь будет у нас выход в исполнении джелоскей олеси тоже принципе довольно дефолтные раунды от них но и смотрим как будут принимать здесь кову и рит но пока что захода под эту позицию у нас не наблюдается так чисто пугают откидывают гранаты тимоха находит опенфраг по дерзкому олеся полетел под смог и по нему нету никакой информации абсолютно олеси находит голову пакову пошла перестрелка против рида еще одного сбривает даблкил в исполнении олеси тем временем тимоха отыгрывает за свою команду просто отрабатывает на 200 процентов опять же даблкил и стивоз откидывает хаешку под олесю есть размен джелоскей и липтон вдвоем против троих но посмотрим как удержат бомб сайт да ну что же джелоскей липт находит фраг по тимохе джелоскей здесь в упоре еще с улажками будет отыгрывать но здесь беда печаль на баз драйвер ставят пачку исти и отличный по зумы это пятый раунд ой 4 рам для обороны ну что же 5 4 и сг смогли взять все таки атаку в свою пользу и это очень хороший результат но и на смене сторон сейчас будет очень интересно понаблюдать за тем как эта команда попробует все таки и вторую половину оформить для себя хотя в теории да она как бы сильнее но а на практике порой ребята доказывают что атака очень даже может быть бескомпромиссные очень сильной стороной ну и возможно сейчас это нам и покажет команда оу ноу на что мы опять же надеемся и ни одного пока что близкого счета не было в сегодняшнем игровом дне у нас 10 5 10 4 ну и этот матч возможно будет тем самым матчем который мы так долго ждали чтобы он был захватывающим чтобы он был с максимальным количеством раундов потому что хочется все-таки на такой стадии смотреть какую-то равную игру ну а с другой стороны здесь сразу тогда видно кто сильнее объективно и кто слабее здесь все по факту дорогие друзья обновляйте пожалуйста если у вас залагала картинка просто обновите страницу f5 все норм не паникуйте все хорошо все работает я слежу за этой темой ну что ж вторая половина давайте смотреть как отыграют сейчас апрайзинги в обороне по сути взяли уже преимущество должны дожимать но бойцы команды он ноузы с скб просто разозлились на своего соперника и сейчас также должны пытаться как-то выводить все таки счет в свой плюс и далее доминировать над своим соперником драйв и джелл ск закрывает за собой позиции центрального кафе там пытается им противостоять стиво со своим снайперским девайсом но разменов пока что у нас нету тимоха прикрывает своего тиммейта стресс пауна также играют аккуратные раунды бойцы команды он ноузы с скб никуда не аркадят ждут какого-то опен фрага ну что же у нас довольно медленный раунд в исполнении команды он сейчас до пытаются отыграть от минусу снайпера но стивоз пока что бессилен то есть против него понятно как будут играть игроки команда праздник довольно сайвово никто не будет высовываться на первые роли но стиви находит минус по джелл ск есть проход центральный кафе по риду залетает очень много демоджи но рида моментально забирает лифта на лесе также забирайте моху и начинает проваливаться такого но так ну что же стиви попытался еще поймать перетяжку центральном кафе но это не получилось и как-то слишком долго атаковали позиции а плента сюда уже прошла перетяжка драйва есть голова на кову ой-ой-ой-ой дерзкий сбривает еще и стивоз остается один драйвер ну и его также отправляют отдыхать все-таки шестой раунд в активе команды апрайзинг у нас имеется шесть-четыре счет на табло и уже два раунда преимущества за ними вот если и семерку да тут прямо сейчас апрайзингом командову ну то можно по сути говорить уже о заключительной части этого матча потому что я думаю о празднике там на плюс мораль ну да возможно еще какой-то один-два максимум раунда дадут случае опять же потери этого раунда то да так все и будет но не более того и там должны довести до логического завершения эту встречу о празднике но пока что смотрим атака довольно медленным образом строится вновь всего попытается найти entry kill в этот раз джейл ски у нас сидит просто в курятнике не высовывается новости вас это может найти стиви это такой парень который сам тебя найдет если ты его не ищешь но вот сейчас по нему джейл скин вписывать немного дамаги и здесь тимох уже под семеркой тимоху откидывают хаешками да и есть минуса драйва и неплохое начало для юсг но я все-таки думаю то что нужно добавить больше агрессии команде о но все-таки они как-то уж больно зажимаются у себя под респой ну вот собственно дерзкий джейл ски спокойно вообще со своих позиций отстреливают остается один рид 1 в 5 опять пока что этот раунд проходит без потерь может быть конечно здесь рид что-то и устроит да он находит липтона есть минус дабл кио рид неплохо ну видел же за спиной соперник почему ты идешь нажимать не ту позицию прекрасно же чекнул бтр увидел то что вышел драйв но тем не менее решил забить на него и разобраться с четверкой неправильно неправильно получилось это семерка для команды апрайзинг так но здесь какой-то быстрый раунд хотят сыграть игроки команды он сейчас но как то это это желание моментально было отбита отброшенными гранатами в исполнении апрайзингов но и возможно какой-то фейк под бэй выход под а плен но вот как-то непонятно вот все таки атака строится но да понятно первые два раунда были от минуса снайпера но именно другие часть другие так скажем составляющие этой команды как-то по сути бездействовали не было какой-то активности от них но он сейчас есть и есть уже два минуса подряд команды оу-ноу джейл ски есть размену джейл ски и нужна хилпа здесь и дерзкий приходит на размен дерзкий минус 2 это уже 2 в 2 ситуация но будет установлена бомба рид у нас фуловый а вот за бас драйвер рэд так что здесь у него могут быть проблемы он сейчас еще встретиться с олесей под позициями арки 17 процентов здоровья в руках ска 20 10 гол но здесь олеся выходит спокойно при фаером снимает своего соперника и рид остается в соло один против двоих будет перетяжка скорее всего под позиции б сайта сотка на холлс баре но пока что неизвестно что же здесь все таки будут показывать ребята дерзкий также уходит на б-плейн а вот олесю могут здесь прочекать в центральном кафе вот олесе и прочекали но опять же и парида теперь есть информация но непонятно куда пойдет пока что игра команды оу-ноу куда будет установка где будет установка бомбы да все-таки под б под б и здесь дерзкий может на него прямо сейчас наткнуться и будет к как же он за текстурка все-таки не вылез это просто нечего дерзкого не зная дерзкий дерзкий подбирается прямо в тихую к своему сопернику но и олесе вообще с дуалов просто стоит моментальный хэдшот по своему оппоненту ну что же друзья это 8 4 ну что ж пока что без шансов апрайзинге просто уничтожают 8 4 ну что здесь еще сделать ребята пытались уже все просто и фастом заходите и как-то раскачивать но сейчас опять же быстрый заход под позиции б-сайта рид врывается олеся топ-1 моментально увольняет своего соперника даблкил триплкил да остановите же его кто-нибудь еще и 31 процент здоровья остается у драйвера и дерзкий все-таки стилит из-под носа у нас за бас драйвера стивоз остается один один против пятерых в руках снайперский девайс он такой а пацаны прикольно придумали хорошо да и здесь стиви пока что есть размин по липтону но никуда стивоз дальше этого момента не выйдет это матч-поинты для команды usg безошибочная вторая половина дарит им аж целых пять матч-поинтов и прям все очень классно прям все очень классно у команды usg сейчас и в случае если usg шек прайсы не замашнят повторюсь в очередной раз то usg стану usg пацаны становятся вторыми лан финалисты но пока что еще говорит рано еще все-таки этот матч далеко не завершён а вполне себе могут оу-ноу как-то попытаться дать камбэк и будем опять же на это надеяться все-таки драйв лепит три фраг по риду ну вообще как-то все беспечно стало у команды оу-ноу сейчас есть преимущество нового игрока у usg и гранд гэс дает информацию что мансу перед sky нужна сюда хелпа и хелпа приходит причем сразу и будет тяжело сейчас оу-ноу вскрыть оборону команды usg да он просто уже не знают куда им идти куда податься что делать вообще здесь а тимоха вроде с драйвером и стивосом стягивается на семерку вроде намерены сейчас идти под б-сайт а здесь дерзкий дорог по здрасте не ждали меня я здесь прошивочка через ширму есть голова спокойно принимает своего соперника но здесь тимоха уже просто не выдерживает не верит своих тиммейтов и выходит из матча нельзя так делать мы это обсуждали неоднократно ну ладно ладно нервы со всеми бывает дерзкий сотка на холлсбаре сидит в упоре будет принимать сейчас выход на семерку а там джелеский уже альфу кроет хаешка от липтона драйв тут как тут остался один за бас драйвер 12 кп ну его отправляют отдыхать гудки гуд гейм команда usg побеждает безоговорочно вообще без каких-либо вопросов этом матче но и у нас таким образом сегодня три матча закончили с учетом один из них 10-4 2 10-5 и 3 снова 10-4 ну и 2 лан финалист практически наверное на сто процентов известен это скорее всего будет команда usg но опять же если прайса их не замашня если прайса замашнят то выйдут прайс в общем ребята юзг или прайс так ну а мы смотрим нас что там по итогам ставок так давайте давайте смотреть 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 так на праздник 10 5 10 4 кино игры напиши мне в контакте это на youtube у нас выиграл товарищ подник на им кино игры вконтакте напиши я выдам тебе код а на твиче а на твиче 10 4 за usg была ставка у опять limitless опять limitless со счетом 10 4 до выиграли опрайзинге у нас ну что же дорогие друзья сегодня мы стали свидетелями в принципе неплохих матчей но я думаю самое интересное будет завтра в группе смерти где играют нас плейнги вертолет и артов экзекьюшн и команда выявите с esports поэтому с максом и с вами прощаемся до завтра ждем вас 18 00 по москве ну и ни в коем случае не пропустите эти завораживающие матчи завтра мы узнаем еще двоих лан финалистов с вами сегодня были герман громов максим чеев до завтра пока пока а